МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вы делаете? А? Я ищу этот чертов аппарат. Он должен быть где-то... Здесь. Слушаю. Толя, с любовью закончено. Начнем заниматься частной собственностью. Ты видишь этот мобильник? А? Ну, даже без очков. Нашел в квартире Керженцева. Жена уверяет, что видит его в первый раз. Но это не совсем так. Звонили по нему. Люди с азиатским акцентом сказали, что им нужен цемент и песок. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 А İЛ Daegir Афанасьевич. Вот привези его сюда. И как можно быстрей. Мой тэт сидел уже четыре годочка. Но больше не попадал. Он, правда, пить стал немеренно, паразит. Он на заводе работал во... Правда не долго. А теперь не знаю гдеO Говорит, в отпуске. Да какой в отпуске? Пожизненно в отпуске. Ты сам-то пьющий. Да бывает. Плохо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы кто? Милиция. Участковый. Ну, почти. Ну, проснись, Федор. Поговорить надо. А, это пожалуйста. Ну, давай, давай, давай. Подожди. Сейчас. Так. Так, сейчас. Вот. Вот. Дорогому гостю и с уважением. Да подожди ты. Тебе знаком этот человек? А как же. Мы с ним на прошлой неделе крешились. Мировой мужик. Давай. Мировой мужик. А как же ты? Мировой мужик. Говорил, что я человек городской. Я канализацию люблю. Где твоя сила волей? Похмелиться дайте. А похмелиться ему. На, глотни. Мировой мужик. Суслин. Подтвердил, что он мобильник для Керженцева покупал. Он учителя по фото узнал. Так я и знал. Жив учитель. Только в реанимации его нет больше. Дальше сам знаешь, что делать. Работай, фухлый. Я даром денег не плачу. Ночь у тебя в запасе. Все. Вскройся с глаз. Иди. Как хотите, ребята. А я уверен, что если они попытались убрать его один раз, они попробуют грохнуть его еще раз. Поэтому закрывать палату на ключ этого мало. Охрана нужна. Если верить диктофонным записям, задание давал киллеру мой старый знакомый. Грулев. Кличка Груль. Тридцать лет назад он повторял про эту самую скамейку. Получил Грулев свои восемь лет. Не без моей помощи. Потом заболел сильно. Срок сократили. Вышел на волю и на дно залег. С тех пор ни слуху, ни духу о нем. А вот как всплыл громко. Так вы считаете, это он заказал Керженцева? Не знаю. Это нам предстоит выяснить. Ладно, все свободны. Тукалис, от Лизы держись. Отдохнул в деревне. Теперь поработать надо. Десять минут вам хватит? Полчаса. Четверть часа и ни секунды больше. Без ножа режете. Мы ножом не пользуемся. Мы скальпелем. Один человек по фамилии Суслин. Суслин. Утверждает, будто вы просили его купить для вас мобильный телефон и оплатили услугу двумя бутылками водки. Наверняка обознался. Вы, наверное, предъявили ему на меня фотографии. А фотография дело такое. Очную ставку устроить не возражаете? Нет, конечно. Но послушайте. Вы разговариваете со мной так, как будто это я стрелял в кого-то из мобильника. Они в меня стреляли из пистолета. Предположим, аппарат мой. Предположим, это мне звонили какие-то строители. Предположим, это у них закончился цемент и песок. Что из этого? Это ваш мобильник? Не мой. Я сказал, предположим. Так, все, все, все. Хватит. Ну, что скажешь? Не знаю, не знаю, Юрий Александрович. Но только он, не он. Это точно. И учитель знает, что рано или поздно мы это докажем. Змеи ты мудрый, Иван. Вот что? Слушай, ну что это? Вы меня, конечно, извините. Что его сдают, а? Ну, здорово. Вы мне хоть объясните, где я покажу. Да зажмусь, ну как вылитый. Ну, как голос похож. Вот он. Ага. Вот он пусть и звонит. Строителям. Меня теперь всегда охранять будут? Не знаю. Но, во всяком случае, сегодня ночью, да. Уйдёшь. 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 Спокойно, спокойно. Ну, ну, прихватила меня. А с общественными сортирами, сами знаете, как у нас обстоят дела. Вижу больница, думаю, там уж точно есть. Зашел, стал искать. Иду. Открыл одну дверь, вдруг, какой-то звенюк на меня об стенку, мордой. Все, дальше отключился, ничего не помню. А это что такое, а? А это я понятия не имею. Да вы что, я оружие вообще в руках с детства не держал никогда. Я тихий, законный человек, что вы. Все-то ты вряж, Кузнецов. Бандит ты старый, со стажем. Это все в прошлом. Я, господа, товарищи начальники, знаете, я ужасно не выспался сегодня. Знаете, нервы не в красную армию. Если у вас вопросов больше нет, можно менять на покой, в камеру? Вот я высплюсь, тогда и поговорим. Может быть, хотя... Да не скажет он нам ничего. Вон на Пухлого ориентировка пришла. О! Человек-могила. Пока займемся Керженцевым. Есть у меня идея. Только без шуточек. Значит так. Пригласим актера, имитатора. Пусть он поговорит с учителем, а потом с его голосом поговорит с работягами на стройке. А может, я попробую, а? Чего? Ну, это... А... А... А предположим, это мой телефон. Ага. А предположим, это мне звонили какие-то строители. А? Ага. 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 Хорошо. Звони... строителям. Привет, ребят. Привет. Борю ждете? Борю, да. Мы за него. Так. Да. А это... А это... цемент, песок, зачем? Так, флигель заказан. Вон кирпич лежит. Не видишь, да? Понятно. А теперь, ребята, скажите хором, кто это? Борька хозяин. Вас снова убить хотели? За что? Вы молчите. Не хотите помочь ни нам, ни себя. Зря ваши люди ему помешали. Кому? Тому с пистолетом. Послушайте, Кирженцев. У вас семья, дети, ваша дочь только что пришла в себя. Вы и ваша семья — это одно. Что вы от меня хотите? Это ваша стройка? Моя. Простому учителю такой особняк не поставить. Нет, но можно. Вы сказали, семья. Вот ты решил сделать сюрприз семье. Думал, построю под ключ, посажу машину, доставлю на место, распакну ворота, скажу, берите, это ваше. Кто вы, Борис Васильевич? Почему это все вокруг вас? Как мы сможем помочь вам, если мы не слышим правды? А я не просил вас об этом. Не надо мне помогать. Не надо. Поздно мне помогать. Вы хотите сказать, что этот дворец построил мой Боря? Похоже, что так. Сказал, что хочет сделать вам сюрприз. А получается, что ваш муж все это время жил двойной жизнью. А вы не заметили? О чем вы говорите? О другой женщине? Да нет. Какая женщина? Мы уверены, что все эти покушения связаны с тем, что ваш муж не тот, за кого он себе выдает. Мы проверили. Не было никакого обмена Москвы на Санкт-Петербург. Квартира, в которой вы живете, куплена Кершенцевым за наличные. Откуда он взялся в нашем городе? Тайна. В его прошлом есть какая-то тайна. И вы должны нам помочь. Рано или поздно. Ваш муж выйдет из больницы. И тогда... Но я понимаю, что это жестоко. Я знаю. Я знаю, что вам пришлось перенести. Но, пожалуйста. Пожалуйста, помогите нам. Уговорите мужа. Пусть он скажет нам всю правду, а? Хорошо. Я попробую. Понимаете, если ваш учитель когда и сидел, то в деле должно быть не такое фото, а по известному образцу. Фас и профиль. Ну да. А что делать? Погодите. Из этой фотографии можно соорудить две. Помолодим, попробуем раздвоить, как в деле уголовном. Алло. А можно Петренко, Юрий Александрович? Вас. Меня? Спасибо. Да, я слушаю. Здравствуй, Юрий Александрович. Ты уже понял, кто. Ты опять за мной бегаешь, да? Как и 30 лет назад. И зря. Совсем зря. Работа у тебя такая. Я понимаю. Но я... Я на тебя зла не держу. Да. Я знаю. Я знаю тебя хорошо. Да. И все-таки... Куда ты меня послал? Как бы тебе самому не оказаться на этом месте? Кто это был? Обнаглели они. Да пределы обнаглели. Дальше некуда. Вот результат. Я слушаю вас. Да, все правильно. Я Луговский. Виталий. Виталий Всеволодович. Вот был срок. Два года в лагере. Хищение государственной собственности. Знаете, это был студенческий строительный отряд. Я бригадир. В самом деле ни в чем не виноват. Все подстроили. Подделали. Накладные на кирпичи и доски. Не верите. Все правильно. Потом лагерь. Там свои университеты были. Мне повезло. Понравился я там одному старику, вору в законе. Груль, кличка. Полюбил он меня. Не знаю, за что. Давай, Силый. 327 на 443. Время пошло. Раз. Два. Три. 144 861. Лажа. 864. Нет. Нет. Он ошибается. Глаза в уйду. Считай заново. Так и жил. Под опекой Груля. Он, говорили, повторный срок мотал по серьезной статье. Освободили меня на три месяца раньше. Весной по амнистии 1989 года. Будь здоров, Люба моя. Помни добро. И мы тебя не забудем. Я ведь полюбил тебя, паренек. Как сына. Кумекаешь в шахматах. И вообще. А? Ну, скажи, сколько будет два на два? Пять. Молодец. Работать нужно было. Мама тяжело заболела. Пошел на завод Москвич. Встал к конвейеру. Три года Гайки крутил. Пока Груль не вспомнил обо мне. На зоне у тебя ручки чище были. Считать не разучился. Нет. В шахматы играешь. Редко. Не с кем. Ты, похоже, не рад старому другу. Рад. Почему же? Не врешь. Все. Я помню, Груль. Ничего не забыл. Ладно. Вижу, что не врешь. Жалко мне тебя, Виталик, друг мой сердечный. Жалко. При твоих-то талантах в полном дерьме. Слушай меня внимательно. В стране нынче много денег. Что-то и в хорошие руки попадает. Вот у тебя руки хорошие. Честные, трудовые. Правда? Согласен. Есть такое государство. Кипр. Слышал о таком. Слыхал. Так вот, в одном из банков города Левосол, на том же самом Кипре, на твое честное имя может появиться Сумма. Бабки чистые. Около миллиона зеленых. Тебе нужно переправить в Россию. Как твоя забота. Половина Суммы твоя за труды. Ну что? Заметана. Не боишься? Деньги возьму и с концами. Нет. Корешок мой ненаглядный. Я давно в этой жизни ни во что не верю. Мама у тебя больная. А ты очень любишь маму. Правда? И ты ее не бросишь. Ну что? По рукам. По рукам. Мне было плевать тогда, откуда эти деньги. По зарез они были нужны. Маме на операцию. Потом мама умерла. И знаете, что-то произошло. Опротивило мне все, что было со мной прежде. Все, кроме денег. Вот именно. К этому времени я узнал, что Груля снова арестовали. Разборки мафиозные. Но страх. Я ведь знал, что Груль сел и надолго, но боялся. Вы устали. Не торопитесь. Я подожду. Вот это не ваш Груль? Он самый. Только это старое фото. Сейчас он другой. Какой же? Страшный. Ну что? Люба моя. Не узнаешь. Да, это я. Только временем сильно поборченный. Не ждал. А я тут гляжу недавно телек. Репортаж из лицея. Смотрю старый друг собственной персоной. Навел справочки. А ты, оказывается, масочку носишь. И, наверное, про должок забыл. Оно и понятно. Ты что, Виталик? Так хреново живешь? Где бабки, Виталик? Все потерял. Ай, неправда твоя, математик мой любимый. Нехорошо чужое брать. Грех большой и опасно это. Даю тебе три дня. Счетчик включаю. Терпеть не могу. Насилие и предательство. Если ты хочешь знать, мне плевать на те бабки. Я ведь тебя за сына родного держал. Рассчитывал на тебя. За сына? Ты хотел, чтоб я с жизнью этой твоей поганой жил. Будь она проклята. Ты пойми, я хотел на всем этом ужасе крест поставить. Все. Не было уголовника Луговского на свете. Не было зоны, не было судимости. И тебя не было. Деньги я отдам. Все бери. Только исчезни. А вы знаете, мне вдруг все равно стало, убьет он меня или нет. Я подумал, моя смерть все искупит. А особняк я ему отдам. Только зря вы рассчитывали от него откупиться. Я это потом понял. В тот страшный день. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот все, что у меня есть. Дострою продам. Отдам тебе вырученное. Хватит. Ты о своих долгах неправильно кумякаешь. Долги отдавать, это не в скамейки гонять. Вот такие вот дела, Люба моя. Печальные. Печальные. Отличный коттедж. А здесь будет открытая балюстрада. Я его не толкал. Это правда. Он сам оступился. Подскользнулся на карнизе обледенелом и упал вниз. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый вечер, Юрий Александрович. Ага. Привет. А ты откуда здесь? В центре вроде живешь. Да у меня здесь дружок армейский рядом живет. Ну, мы с ним в шахматы заигрались да припозднились. А потом вспомнил, у меня в холодильнике мышь повесилась. Да и для командировки наши с вами вроде запастись надо. Ну, а ты, Иван, прав оказался. учитель наш и не керженцев вовсе. Ну, ладно, с этим мы завтра разберемся. Вот этот кефир бери. Вкусный. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Здравствуй, Юрий Александрович. Здравствуй, Люба моя. Продолжим нашу беседу. Не знаю, как ты, я по тебе ужасно соскучился. Я тебе все сказал, Груль. Это тебе только кажется. А не встретится ли нам лично? поговорим, старичок. Ведь есть о чем. Вот завтра в отделении и жду тебя. Зачем же так долго ждать? Ребятки мои тебя проводят. Юрий Александрович. Алло. Хмырь тут лишний с ним. Видать, тоже мент. Чего делать? Прихвати этого. Алло, Толян. Толян, жена мухомора звонила, слышь. Чего-то там случилось с ним. Ушел в магазин, минут сорок его нет уже. И мобильник не отвечает у него. Да проснись ты! А как их не запомнить? В магазине ведь народу мало. А с ними еще был один, такой, такой молоденький. И еще трое. Какая храна! один меня тёлкой назвал. Какая я тёлка! На чём увезли их? Да не знаю я. Они вышли из магазина и ушли. А машина такая большая была. А марки какой? Большой. Марки. Ну как я тебе, Петренко? Красив, правда. Ну да ладно. Нам с тобой по бабам бегать поздно. Это кто ж тебя так? Болезнь. Божья... Божья кара за дела мои лихие. А теперь вот и обезножил. Теперь я с небом в расчёте. на всё рассчитался. Теперь я себя определять буду. Юрий Александрович, только я хочу по суду. Честь по чести. я жаловаться буду в надзорные органы. Что? Вы пытки применяете, спать не даёте. Кто заказал учителя адрес, телефон и как его найти? Бить будете? Нет. Мы тебя отпустим. Гуляй, дядя. Только ты дня не проживёшь. За сухарём пойдёшь. Понял? Не имеете права без санкций прокурора. Да мы тебе без санкций брали. И без санкций отпустим. Шубейка, где его, Толя? А зачем она ему? Он по морозу пробежится, гадина. Спокойно, ребята. Спокойно. 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 Ночью нельзя нервничать. Ночью спать нужно. Нельзя. Да. Андресок, он, конечно, есть. Да. Хотя... Не томи. Своей физией по баллам не походишь. Сижу в четырёх стенах. Скучно. Вот и придумал себе синдикат. Занук датый Грулёв. Каким был, таким и остался. Ой, не обижай меня, Петренко, не обижай. Я и так пожизненно тобой обижен. Ты ведь мент кондовый, а я личность творческая. Понятно? Но ты сам посуди. Ребята в мыле бегают, заказы ищут. а тут все ко мне, а я их распределяю. Учителя ты заказал. Редкий случай, исключение. он гадом полным оказался. Считай, отца родного бросил, да еще с ногой сломанной. Таких надо по частям резать, по частям. ну ты извиня не обижай животных, мент. Я когда первый срок мотал с твоей подачи, все думал. Вот выйду на волю, соберу братков и будут они тебя ножичками чик-чик-чик. Резать на запчасти, а я смотреть, радоваться. А потом как-то остыл, знаешь. А теперь, Юрий Александрович, ты меня опять достал. А это кто с тобой, юноша малолетний? Бека, кто сей нахал? Соратник Иван Николаевич, младший лейтенант. Хорошо, что соратник. Женат? Дети есть. Нет у него детей. И кончай, Круль, комедию ломать. Какую комедию? Это не комедия. Это трагедия. Кончать их надо. Вечно дыбяко торопишься. А суд мы их сейчас судить будем. Слону плохой ход. Вот я думал, ты глухонемой. Плохой говоришь, это еще почему. конь, ф5. И ничья. А что, комедия адвокат. Кончать их надо. ф5. что, бяко, с матеньки захотел? Я тебя успокою в момент. Ну, давай, адвокат, партию сыграешь со мной. Что делать, Юрий Александрович? Играй. Шахматы, дайте парнишки. А, не надо, я, я и так вижу. Так ты гроссмейстер, видать. Фора нужна? обойдусь. В какой руке? Левая. Повезло тебе, белые. Ну, гони ты! Сейчас полетим. Только крылышки расправлю. Не видишь, что мы на пределе? Слышь, мент, в кефире, говорят, градус есть? Стряхнин. Я красиной. Ладья лисе. Мы тебя ласково, адвокат. Что скажешь? Мочить их надо, шеф. Какой я тебе шеф? Я тебе отец и мать и дух святой. Ладья, Ж2. Пешка, А6. Ладья, Е4. Кир, долго еще? Минут 10. Быстро ты меня. Шустрый у тебя адвокат, Юрий Александрович. Идите, ребятки. Свободны. А эти? Эти подожнут. Я сам с ними разберусь. стой, где стоял. Настя, давай вон туда на черный, только осторожнее, они вооружены. Аккуратней. Дай вон туда. Ага. Стоять! Похоже, бой. Бой идет. Шумно очень. Не суетись. Дверь крепкая. Иди-ка сюда. послушай. Ты урод. Грлёб. Людоед. Сморь ты. Хватит боли. Хватит. Отмучился. Ты, Петренко, знаешь мое слово. За мной двинешься. Вместе со своим гроссмейстером. Я тебя уже давно свой приговор вынес. Ты на меня гляди. Минутки две еще глядеть сможешь. Ты обещал нас выпустить. Неправда. я обещал только ребят своих убрать. Никому никогда не соврал. и перед смертью брать не буду. Вот ты об этом подумай. Ровно две минуты. Как я все эти годы о смерти думал. Я годы, а ты две минуты. зевнула на десятом ходу. Теория неплохо знает. слава и Теория стройки Назад! 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 Жалко! Хороший был… Хороший был кефир! Юрия Саныча… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok